Итак, приветствую, друзья! У нас сегодня в гостях Сергей. Это канал Голос Германии. Правильно говорю, да? Да. Сергей, может быть, вкратце историю свою, как приехали сюда? Здравствуйте, дорогие зрители! Ну, история у меня такая, как у большинства русскоязычных немцев в Германии, проживающих. То есть, я являюсь потомком Павловских немцев. То есть, классифицируют нас здесь как русские немцы, хотя, в принципе, мы потомки немцев, которые приехали с Екатериной II. Ну, по зову Екатерины II в Россию, потом в 1941-м нас передислоцировали в более северные районы Сибири, подальше от фронта. И, соответственно, в 80-х годах началась программа переселения. В основном русские немцы ее восприняли как такую благодать немецкого народа, что вот своих забираем. Ну, политические причины, которые рассматривают, они в основном заключались в том, что здесь после воссоединения Германии, восточную, когда присоединили, восточные немцы миллионами сбежали в Запад. А, вот так. И осталась такая пустыня домов в Восточной Германии, и, соответственно, демографическая проблема. Ну, и Коль решил, надо чем-то пополнить. И позвал. Оттуда всегда, да? Ну, а Россия как раз была в таком развальном состоянии, 89-й, 91-й, до 2000-го года были основные потоки. И, соответственно, немцы охотно бежали из Казахстана, из Кыргызстана, из Сибири, из этих уже развалившихся советских республик. И разваливающие, деградирующие, как экономически, так и общественно. То есть я уехал в 2002-м году. То есть все 90-е годы я прожил в России, знаю, как это было. И поэтому люди охотно покидали под флагом того, что мы немцы, мы должны жить в Германии. Хотя это просто были более экономические, ну, больше экономические причины в России. Ну, и также мои родители. То есть я уехал не самостоятельно. Я уехал с родителями, мне было 19 лет. И вот в 2002-м году это уже были так называемые Шпет-Ауззидлер, то есть поздние переселенцы. То есть первая волна была, это 89-й, 91-й, 93-й, 94-й, ну, так, 96-го. Потом это были Ауззидлеры, то есть переселенцы, их так немцы называли. И программа была такая, потом уже Шпет-Ауззидлер, уже поздние. А сейчас уже очень мало людей переезжают, мало осталось, ну, во-вторых, уже не так уже плохо там жить, чтобы все сюда бежали. Вот это такая короткая история, которая, в принципе, одинаковая здесь у миллионов немцев, русских немцев. У нас где-то 4 миллиона, по-моему, здесь. Здесь по Германию уже живет, да? Да, в общем, русскоязычных здесь так, статистика плавает около 6 миллионов. Около 6 миллионов, достаточно так много по Германию. Да, хорошая антинатовская армия, но которая спит. А, которая спит, понятно, понятно. То есть мы не знаем в основном, потому что, ну, как бы, есть договоры НАТО, то есть если в случае того, что если одна страна НАТО будет атакована, как это было в войне, ну, в 2003 году, когда была война в Ираке, хотя Ирак не атаковывал Америку, все равно, так называемый Бюнднисфаль, это когда все страны должны за одного впредься. В том случае это была Америка. И, соответственно, если такое случится, ну, и как бы все развитие идет, все-таки основной враг сейчас Россия, да? Соответственно, если такой будет случай, будет Бюнднисфаль, то как бы все русскоязычные люди, которые здесь, дети их, мужского пола, хотя здесь пофиг, мужчина ты или женщина, в армию нужно идти, то если будет общественная повинность, общая повинность, то призовут наших русскоязычных детей воевать против России. А, вот так вот будет, да? Ну да, это как бы совершенно очевидно. Это в любой стране так. Поэтому общую повинность, как бы, Меркель отменила, как раз, по-моему, 2006, что ли, год был. Вот, но в случае НАТО, так как НАТО все подчиняется полностью американскому командованию, вся структура НАТО, соответственно, под приказ американцев, русско-немецкие дети, которые вдруг должны будут тогда решить, ты немец, про-американец, либо ты про-русский, тогда, соответственно, я не знаю, либо в концлагерь, либо на фронт. Ух, ну так даже будет, выбора не будет. Ну а как, а выбора не будет. Ну а сбежать куда-нибудь вообще из страны. Ну а если ты успеешь, а куда здесь? Европа же вся как бы под НАТО. Ну да, да. Тогда тебе нужно будет бежать до, не знаю, Калининградской области, первая граница через Польшу. Пропустят тебя поляки в этот момент или нет. Либо тебя прижимали, там, до Пскова уже тоже далеко потом бежать. Ну да, да, да. До материковой России, как говорят в Калининграде. Ну тут такой случай. Конечно, кто-то успеет, но вот это, это такое, если действительно до конца додумать все такие ситуации, то это так и будет. То есть люди, которые сейчас считают себя здесь, в Германии, аполитичными или против России настроены, то есть поддавшиеся определенным информационным потокам, должны понимать, что их дети, и они сами, если они в призывном возрасте, все время находятся в опасности того, что их пошлют против своей бывшей Родины. Ну это, конечно, мы уж так усугубляем. Мне кажется, сейчас что-то уже, ну там, 21 век, уже тут вряд ли там кто-то будет там воевать. Да, история моего канала как раз и началась с того момента, когда стало понятно, что никакого цивилизованного мира нет, когда начался конфликт на Украине, когда тоже все думали, такого в жизни не будет. Вот вам в 80-м году сказали, там будет такой конфликт на Украине, вы что, мы же цивилизованные. Так вот, да, да, согласен. Ну вам-то есть? Ну да, есть. Вообще, как здесь ситуация с Германией, вот, расскажите, может, Сергей? На ты, на ты? Да, можно на ты. В какой сфере? Ну вообще, в сфере политики, какие здесь настроения, что начать здесь? Настроений много, настроений много. Сейчас, кстати, ну, до, скажем, я не знаю, 18-го года было очень много в СМИ антироссих настроений, вот это все, Крым, потом, ну, то есть, как 16, как 26-го года началось, да, потом Олимпиада, потом Крым, это все. Потом вот допинг тут недавно всплыл, а сейчас вдруг неожиданно, вот как коронавирус появился, вот такая тишина, как отрубила. А тут сейчас еще выборы были в Тюрине, это вообще плохого в России не слышно, только почему-то стали защищать вдруг северный поток, то есть, до этого они еще сомневались, потому что, ну, не могли понять, куда нам выгоднее американцам остаться у американцев, так как мы очень сильно связаны экономически, или все же, так как американцы становятся все хуже и хуже, как они говорят, хотя они всегда такие были, сейчас они просто, что Трамп маску снял, сказал, вот я, вот я Америка, а до этого, то есть, действия были те же, только с улыбочкой, и мы такие демократичные, а сейчас просто Трамп говорит так, как они всегда делали, только открыто. И, соответственно, немецкая политика очень сложна немцам, теперь объясни, смотрите, какие у нас хорошие партнеры, американцы, и, соответственно, если они говорят, что Россия плохая, там, нужно санкции или еще что-то, нужно их поддержать, что они всегда и делали. А сейчас Трамп говорит, ну вас всех нафиг, Америка first, там, Европа, если вы хотите, вы с нами, там, Германия, автомобильная промышленность не нравится, давайте мы вас засудим, так, как с Вольцвагеном, всем этим дизель-скандалом, то есть, это же все искусственно инициировано. То есть, нам показали немцам, где их место, и теперь уже, как бы, ну, всем понятно, даже, ну, и рядовым гражданам, потому что политику интересует только мнение рядового гражданина, который идет голосовать. То есть, соответственно, когда вот это мнение начинает меняться, то политики должны уже форматироваться, туда или сюда, то есть, раньше им было легко сказать, Америка говорит сюда, значит, надо вот, в Ирак нужно было меркать, она туда пошла. Шрёдер не решился на вторую кампанию в Ираке, то есть, на Югославе он решился, а в 2003 году он сказал американцам, не, я не буду, и что с ним случилось, его не избрали. Вот, ну, тут такое, и, соответственно, сейчас Германия так посередине подвисла, чисто в политическом и экономическом, и она должна сейчас решить либо западная часть, да, как всегда Америка, но, соответственно, они должны быть против Ирака, они должны быть против Китая, и они должны быть открыты против России. Против России они себе открыты, это еще позволяет, и против Ирана там чуть-чуть еще с ядерной сделкой, а против Китая они себе этого позволить не могут, потому что очень много, опять же, экономических связей связано с Китаем. Вся немецкая промышленность держится на экспорте. Соответственно, если в Америку нельзя, и в Китае нельзя, с Россией отношения санкционно разорваны, соответственно, немецкая промышленность встанет. Вот, и поэтому, там хотя и говорят, что политика, там, национальные ценности, это все полная чушь. Есть банки, есть военно-промышленный комплекс, есть политика, которая должна регулировать, куда ей выгоднее с ними, и как-то с народом нужно так, чтобы он не бесился, и, соответственно, вот этот баланс они стараются все время держать, но я бы сказал, что все меньше у них получается, потому что, опять же, из-за интернета, из-за того, что мы здесь сидим, вот блогеры такие, языком чешем, людям все легче найти информацию той, которой в СМИ нет, которой раньше можно просто приказ сверху об этом не говорить, об этом не говорить, об этом не писать. Я вот так же работаю, как в Советском Союзе работал. Соответственно, у них свой идеологический враг был, здесь свой. И все это, там это было идеологически завязано, а здесь чисто экономически и политически все. Сергей, вот здесь так, кстати, я уже по Германии прокатился. Вообще здесь обстановка такая спокойная, все безопасно. Я вообще даже не почувствую, что здесь какие-то волнения, там что-то еще. Мне кажется, вот все стабильно. Да, конечно, это не настолько нестабильно, как это показывают в некоторых СМИ. Ну, нужно понимать, что СМИ, как и, в принципе, интернет-СМИ, они работают на хайп, то есть живут от хайпа. Соответственно, чем больше хайповых тем, тем у тебя больше подписчиков, больше просмотров, больше рейтинг, если говорить о телевидении. И так как мы же, все наши СМИ, которые мы смотрим, они варятся в экономическом пространстве, именно капиталистическом, то есть они настроены на прибыль. То есть если, ну, уберем государственные СМИ, хотя, как ни странно, в России даже государственные СМИ показывают рекламу. Здесь государственные СМИ, которые мы финансируем, то есть Россия это такой скрытый налог, просто из налогов берут деньги, а здесь еще отдельный налог, который ты платишь, от которого ты не можешь отказаться. Там хотя бы рекламы нет. То есть в России СМИ либо они не выживают на госденьги, либо им мало, и они еще рекламу показывают Кока-Колы. Такой дисбаланс. Сначала запускают ракету по Америке, а потом рекламируют Кока-Колу. Но это капитализм, это всегда так. А насчет, ну, в основном неспокойства, я считаю, что беженцы, преступность, все такое. Я бы сказал, что если бы проехали здесь в 90-х годах, то еще бы было спокойнее. А, даже так. Да. То есть сейчас здесь в любом случае, не только из-за беженцев, а в общем из-за того, что границы открыты. То есть преступность, она так вот ходит сюда-сюда. Те же самые квартирники, они теперь, к примеру, не местные. Они, к примеру, румынские, албанские, откуда угодно, да, там с Прибалтики. То есть они приезжают, границ нет, делают свое дело, уезжают обратно. Ну, они живут. Их никто не контролирует, даже когда. Соответственно, с беженцами, в основном, это, конечно, большие города, где концентрация беженцев, там, Augsburg, München. Но если во Франкфурте вечером проехать по Кайзерстрассе или там возле Банхоффа, то можно увидеть как раз тот диссонанс между, там стоят банковские высотки, небоскребы, и под ними так сразу слева там такой райончик небольшой, где наркоманы там на улице. Но это прямо вот так две улицы, там не то, что там район такой. Нет, это две улицы, и там лучше вечером, конечно, не ходить. Даже так все-таки опасно даже, да? Ну, есть, конечно. Ну, люди же везде, если они находятся, скажем так, в экономических проблемах, в социальных проблемах, они всегда, у них легче проявляется агрессия, чем у человека, который нормально, спокойно живет и знает, что у него завтра будет что поесть, куда сходить и чем одеться. У него есть дети, семья. Вот, соответственно, люди, приехавшие с регионов, где Запад давно внедряет демократию, если говорить такими обычными словами, да, и они выросли в войне, то есть в этой состоянии, то понятно, что они здесь больше тендируют к агрессии, чем там написать, подать заявление в полицию и через суд доказать, что мой сосед меня обозвал. Как это делает, ну, цивилизованный немец. Вот. А в основном, да, что... То есть вот здесь, в этом районе, здесь достаточно спокойно. Так как меня недавно судьба тоже забросила в такое общежитие для беженцев, второй раз в моей жизни, я там жил с молодыми афганцами и с молодыми африканцами. Ну, да, это молодежь уходила вечером, приходила, ну, там, ночью уходила, приходила утром с порезами или еще что-то. То есть где-то в своих группах они практицируют насилие, так сказать. Ну, это обычное дело. То есть если посмотреть, я когда учился в городе Каннский, там, в Сибири, я там, хотя я нюристо учился, у меня нож всегда с собой был. Потому что один в чужом городе в 90-х годах это было капец. Ну, в 90-х, наверное, может, да. Там тоже рэкет был, как везде тоже, Василия. Все было. А, все было. У меня родители фермерами работали, ну, были, я, в принципе, на земле вырос, могу пахать, сеять. И они, ну, зимой возили мясо на северный район, Тосеево туда. И там регулярно на основных трассах стояли такие конвои. После полицейского поста стояли в основном рэкетеры. То есть недалеко. Они знали, ага, номера такие, то везут мясо. И, соответственно, продавали черные метки. То есть, если ты хочешь в район проехать, чтобы тебя не останавливали, вот купи у нас волчий билет вот этот. А, вот так вот все? Да, и, соответственно, если ты не готов, то, ну, 40 градусов мороза тебе одно колесо прострелит, и ты можешь там стоять. Еще сутки, да? Ну, ты сутки не выживешь. А, там что-то замерзнешь, да? Ну, если ты колеса успел сжечь. Сжечь? А, вот так даже все было, да? Ну, да, это же, это реальные сибирские. Вот, то есть, мало того, что ты можешь в ангаре утонуть, когда ты через это, через налить прешь. Ну, там же мостов нет. То есть, там по зимнику шли. А, прям чуть-чуть по морозу. Да, и, соответственно, вот у тебя 2, 3 опасности. Это мороз, рэкет и зимник. И зимник, да? Вот, так выживали мы там именно в 90-х годах. Вот, это было нормально. И понятно, что там тоже никто на улице особо не церемонился. То есть, насилие, оно не имеет никакой предрасположенности от национальности. Оно имеет предрасположенность только от образа жизни. Ну, средообитание, наверное, да? Да, и в Германии, скажем так, в любом случае преступности больше стало. Это вполне нормально. Понятно, что это нехорошо. Но, скажем так, в каком-то смысле сами немцы и русские немцы тоже в этом виноваты. Потому что, пока мы тут хорошо жили, за нашими спинами наши политики разбомбили Ирак, Сирию, Югославию, вместе с НАТО и со всеми. И, соответственно, сейчас это вот мы сейчас просто огребаем последствия, а политика делает все, чтобы мы не просто-напросто не провели линию между тем, что у нас сейчас есть и с тем, что было. Тем более, что те, кто это начал 16 лет назад, это госпожа Меркель и начала с войны в Ираке, они так и сидят. Вот. А мы там бегают, наши русские немцы за теми, кто там против беженцев, АФД, альтернатива для Германии, но они же тоже не против войн. Кстати, недавно было открытое голосование в правительстве Германии в Бундестаге, партия левых сделала, вынесла на голосование вопрос о том, чтобы вывести американские войска и закрыть базу Рамштайн американскую. Все партии и альтернатива для Германии проголосовали против. Почему так? Почему так? Потому что это системные партии, то есть, альтернатива для Германии это практически все те же самые, что были в ЦДУ, когда бомбили Ирак. То есть, они за это все голосовали и они вовсе не против американского присутствия здесь, а беженцы это для них хайповая тема. Соответственно, чтобы, не дай бог, русские немцы не выбирали левых, все против беженцев. А вот так. Вообще, беженцев почему много в Германии? Все-таки они принимаются там вот в Сирии, везде. Не, ну понятно, что не принимаются, но Германии с одной стороны это выгодно каким-то группировкам, тем же, потому что выделяются большие деньги, там Красный Крест, церкви, все организации, кто на этом зарабатывают, они профитируют там акции и все такое. Вот. Так же самое, когда там 9 миллиардов в год дают этим беженцам, они же идут в эти все Альди, Лидл. Соответственно, все прикормленные этими организациями, пресса, все за. Вот. А еще одно, опять же, такой же вопрос, как и с русскими немцами, это демография. Вот. У нас тут минус в рождаемости, плюс в смертности, население стареет, это, ну это обычное, обычное последствие капитализма, когда все общество выгоняет на работу, нет детских садов, специально, чтобы все работали мамой и папой, и детей, соответственно, никто особо рожать не хочет, соответственно, у тебя минус по, в демографическом вопросе, и еще, мало кто знает, мало кто на это обращает внимание, из Германии, каждый год уезжает от 500 до 700 тысяч немцев. Да? А куда они все уезжают? Уезжают в Австрию, Швейцарию, уезжают в Канаду, уезжают в Америку, уезжают в Финляндию, туда на север, работают там врачами, учителями, инженерами, программистами, то есть, те, те полтора миллиона, которые в 2015 году пришли, они до этого за три года выехали. Потому что так уже? Потому что население в Германии не меняется, и каждый год, это официальная статистика, по-моему, в прошлом году 700 тысяч уехало из Германии. И это далеко не, соответственно, не безработные, которые просто взяли и уехали, я не знаю, на пляже валяться, где-то бомжевать. Нет, это все профессионалы, это техники, это инженеры, это врачи, это учителя. Потому что здесь, из-за вот этой неокапиталистической политики, опять же, из-за того, что плохо с детскими садами, сложности уже, ну, очень дорогое, все налоги, все дорого, и, соответственно, врачи работают тут не меньше, чем в России, то есть на выдох, они ищут лучшие условия. Английский знают все, все уехали. Туда, да? Да, то есть, по-моему, я не могу ошибиться, в Швейцарии или в Австрии, по-моему, два года назад даже закон сделали, ограничивающий въезд немцев. Серьезно? Даже так? Хотя, в принципе, они могут работать в виде вода, они уже получают здесь. Да, да, не, потому что эмиграция рабочая такая, что австрийцы стали уже бояться, что у них отберут немцы работают. Они приезжают туда и готовы работать же за меньшее деньги. То есть в Австрии, к примеру, пенсия на 800 евро больше, чем в Германии. Такая средняя. Соответственно, там и зарплата, там пенсионная служба, там социальные, все льготы, все намного лучше, чем даже в Германии. И минимальная зарплата в Германии самая меньше. То есть во Франции 12 евро, а здесь 8,50. Причем это без налогов. У тебя еще снимут налоги, у тебя осталось 6 евро. 6 евро в час получается, да? Маловато она будет, я думаю. Ну это очень маловато, если учесть, что заправить даже дизельную машину, у тебя уходит 60 евро. Да, минимум. Соответственно, если у тебя, у меня работа 30 километров, то в день, в месяц у тебя будет, смотри, какой у тебя мотор, какой у тебя бензин или дизель, у тебя может уходить 200-300 евро только на бензин. Какую-то часть ты можешь через налоги вернуть, но это вообще бешеные деньги. Ты получаешь 1000, у тебя квартира, если ты даже самую дешевую найдешь 400, плюс там 100 коммунальное, плюс тебе надо на еду, на машину, и все. Ты на эти деньги элементарно не можешь жить. Поэтому ты попадаешь на социальную помощь. Это 1000 евро здесь маловато будет, да? Ты на это, если ты там двое работают, ладно, но обычно, если ты молодой человек, вот он отучился, пошел, или там не отучился, плохо отучился и пошел на работу на минималке, ты элементарно должен будешь жить у мам. А, вот только так вот, или взимать там комнату, на несколько человек, да? Ну да, что-то такое. А с чем это связано, все-таки они убегают? Получается, просто для лучшей работы, здесь я слышал, что нормальные работы, ну какие-то там медики получают по 12 тысяч евро в месяц, вот так вот там 8-10, ну такие зарпад, то есть. Ну да, но это получают врачи. Да. Да, но условия работы у них тоже бешеные, это раз. Жесткие очень. Да, и во-вторых, нужно понимать, что вот у нас, к примеру, в Советском Союзе раньше было так, что главный врач был врач больницы, да? Главврач больницы, он был руководителем, директором, он был врачом. Да. А здесь менеджеры. А, вот так вот здесь политика. Да, тут менеджеры, ну это капитализм, тут главным, вот врачу говорят, менеджер говорит, ты должен мне налечить вот на столько денег, чтобы у нас акции хорошие были. А, вот так вот все. Да, то есть государственные клиники здесь так же, как и государственную железную дорогу, по которой теперь вообще не работает, просто, ну ни одного поезда не приходит вовремя, потому что Меркель отдала в частные руки почту и железную дорогу. И все развалилось нафиг. развалилось, ну опять же, это все связано с капитализмом, и врачи, соответственно, просто уезжают, потому что, ну вот я знаю, у меня мой шеф, на фирме на который работаю, у нас тут, город о шефе, где-то 100 тысяч жителей, и он, короче, там, так как он предприниматель, он находится там, у них есть такой Лайнс-клуб называется, типа, ну клуб элитный этого города, и, соответственно, там врачи, там, учителя, там у них политики, судьи, и все такое. И он мне сам рассказывал, что у него есть хороший знакомый врач, который, ну, оперировал позвоночник, там, грыжу, все такое, и операция делал на суставах, и он говорит, вот, ухожу, короче, из больницы, он ему рассказывает, говорит, не могу больше, он говорит, почему, ну он это, он говорит, ну вот мне говорят, что я слишком хорошо операция делаю. Опа, это как он должен? Да слушай, он спрашивает, ну как так, ну это же так и должно быть, ты же коленку оперируешь, она должна работать. Он говорит, нет, дело в том, что если какие-то есть осложнения, то потом еще нужны 2-3 операции, и больница на этом зарабатывает хорошие деньги. Соответственно, мой менеджер, который руководит больницей, он будет доволен мной, если я буду делать операцию первую плохо, а потом реабилитация, дополнительные операции. Ну, человек, пациент в капитализме, это то, на что он зарабатывает деньги. Ну да. То есть, дело не в том, что все люди здесь какие-то шибанутые на этом, нет, просто система построена так, что отбирают, здесь становятся успешными те, кто умеет зарабатывать деньги лучше. Если ты хочешь на людях зарабатывать деньги, то ты должен относиться к ним как, намного хуже, чтобы заработать на этом деньги. Вот. Это обычное дело. Пусть у нас в Советском Союзе, может быть, не самые были лучшие больницы, да, чисто из-за финансовых, там, каких-то проблем, но отношение в них было не везде, но чисто по системе, оно было более социально. А здесь ты 100%, то есть, я стараюсь в больницы не ходить вообще. По возможности, да? Да, потому что, ну, как говорится, врач найдет всегда что-нибудь. Ну да, нет, нет, так получается, если ты здоровый, ты для него, получается, неинтересен, неинтересен, потому что ты должен быть больной, потому что он без денег сидит. Поэтому коронавирус тут, это, как бы, самая страшная болезнь сейчас в СМИ, а то, что от рака в Германии умирает 500 тысяч человек в год. Серьезно даже? 500 тысяч человек в год умирает от рака. Это такие бабки. Вообще, это с чем связано с работой, с экологией все-таки? Или здесь журнекология питания стресса? То есть, рака в основном, основная проблема это стресс. Здесь вот стресс есть, да? В любом случае, в любом случае, я отношусь к своей работе достаточно легко, поэтому я могу еще и заниматься блогингом, и достаточно спокойный человек. А всех техников, которые я знаю, у меня работа как стоит, я выезжаю на ремонт, у кого-то встала машинка. Я приезжаю туда, человек уже видит, что я с него сейчас 600 евро стяну. За ремонт и все такое. Клиенты недовольны, и, соответственно, весь стресс на тебя. И если у тебя еще и ненормальный шеф, то он тебя еще будет гонять и плохо платить, чтобы тоже много заработать. На предприятиях больших, на таких старых, средних предприятиях, здесь еще есть такое понятие, как рабочая культура, социальная, все более-менее нормально. Ну, а если ты попал на минималку, здесь еще есть такое понятие, как цайт-фирма, это как тебя берет на работу одна фирма и сдает тебя в наем. А, вот так даже? А, это получается как будто... Да, то, что в России запрещено, забыл этот термин, как это на русском называется. Ну, то есть, вот тебя берут там, причем в основном платить минималку, ну, если у тебя есть образование, ты там можешь стоять за определенной машиной, в основном это простые профессии, да, там кого-то на заводе подменить, там на конвейере и все такое. Вот, и, соответственно, здесь как получается? Тебя фирма за тебя получает, там, не знаю, 60-80 евро в час, а ты получаешь 10. И ты стоишь, примерно, на заводе Мерседес, человек, который работает на Мерседесе, он там получает 30-40 евро в час, а ты 10, а работаете точно так же. И, соответственно, фирмам, опять же, этим Мерседесам и всем, им выгоднее держать вот это определенное количество вот этих людей, которых можно просто выкинуть и заказать опять. Ага, как рабов такие, да? Такое современное, да, рабовладельчество. И, соответственно, таких у тебя вообще нет. У тебя и отпуск могут не дать, отжать. То есть, я могу, ты год почти отработал, тебе нужен отпуск. Я его уволят, возьмут опять. А, вот так вот сделают специально? Да. Как уволят с каким-то пособием? Да, и это все законом допускает. То есть, это, кстати, все законы, я россиян все время предупреждаю, у вас там Шрёдер, это его законы. Его законы? Это все его законы, он провел, агенда называлась 2020, вот это вот социальная помощь, это хардсвей, который называется, да, когда тебя заставляют в этом на работу идти. То есть, раньше, как было в Германии, до этой реформы. Ты, к примеру, работал инженером, да, получал хорошую зарплату, через 10 лет тебя уволили, ты, короче, получаешь там, если я не ошибаюсь, 60 или 80% получал от той зарплаты, которую ты получал. Пока ты не найдешь такую работу, какая у тебя была, ну, или которую ты захочешь. Сейчас ты попадаешь, неважно сколько ты, 40 лет ты отработал инженером или там врачом, неважно. Ты теряешь работу, тебе сначала полгода или максимум год платят эти 60% от твоей зарплаты, а потом социальную помощь. То есть, 500 евро в месяц, плюс там квартиру, и тебя могут заставить продать дом, если у тебя капитал сначала свой сожрать, который ты наработал. и ты, короче, все, если ты не соглашешься, и тебе заставляют, тебе говорят, ты должен написать столько-то, столько-то резюме, чтобы тебя приняли на роль. Если ты это не делаешь, тебе там отбирать деньги там процентуальные, то есть, есть санкции, тебя санкционируют. Ты всю жизнь батрачил, да, вот подскользнулся там, не знаю, просто работодатель закрылся, да, ты вообще тут ни при чем. И вот в твоем регионе сейчас нет работы. И все, и ты от инженера упадешь до поломойки. Тебя заставят. А, на пособие сидеть там годами, там 5-10, это можно? это можно, если ты будешь притворяться сильно больным, постоянно брать справки, или, ну, не знаю, просто делать вид, что ты, ну, ходить на работу и увольняться опять, там, делать какую-нибудь гадость и увольняться, чтобы тебя увольняли. Это можно, но это все становится сложнее, то есть, ну, ты просто, ну, это такое дело, я на социале сам сидел, когда сюда приехал. То есть, ты приходишь к своему, так называемому, брату, он твоему консультанту, да, и понимаешь, что он над тобой хозяин. Он может тебе сказать, ты идешь сюда, он может тебе сказать, попросить, чтобы ты ему все отчеты, свои финансовые данные принес, все, что у тебя на счету было, все распечатки, чтобы он видел, кто тебе сколько, 350 евро кто-то перевел, подарил, тебе могут их снять. Вообще, да? сразу же. Каждый там, по-моему, 6 месяцев я приносил эти бумажки, все, что у меня по счетам. То есть, это такой, ну, тоталитаризм конкретный. Получается, ты под контролем вообще? Вообще полностью. Твой бюджет под контролем, да? Вот какие деньги у тебя? Все, Ты когда ставишь этот, ну, как он называется, антракт по-немецки, то есть, подаешь заявление на социал, да, с тебя всю подноготную, ты должен принести все счета, все вытяжки с счетов, ты должен показать, есть ли у тебя имущество, страховки, все такое. Соответственно, ну, когда ты снизу падаешь, там, где-нибудь там, работал на заводе, ну, на социал, там, а вот если ты врач, да, если ты там 10 тысяч евро за зарплату была, то есть, многие просто эмоционально на этом ломаются. А, вот так, психологический стресс. это конкретно, вот. Ну, и, соответственно, все вот это, я не знаю, это в Германии замечал, тут люди, даже с нашими разговаривающими, все время употребляют такое слово стресс. Да, да, есть такое стресс. они все в искусственно созданном стрессе, то есть, у них, ну, они нормально живут, вроде не голодают, да, просто, потому что сосед там машину припарковал, не там, или там еще что-то. Мелочка. Да, или там, вот у них постоянно стресс о том, что не знаешь, как в старости, но что будут жить, или как им это все, это такое, искусственное все такое. И это, конечно, влияет на организм, и, соответственно, здесь психологических заболеваний, там, есть такое понятие здесь, burn out, очень распространенное, очень распространенное, это когда тебе просто хреново. А, просто типа депрессии, да, депрессии. А вообще здесь депрессии есть, вот германия? Нет, но она официально, как очень, это называется, фолькскрангхайд здесь, то есть народное заболевание. Это вот из-за погоды там, или из-за чего, или из-за дожди, или из-за всего. Не-не, ну депрессия у них не из-за этого, у них депрессия из-за того, что, ну, вся социальная сфера здесь устроена на то, что ты должен постоянно карабкаться наверх. А, вот так, это капитализм. Ты не можешь на месте стоять, или вниз, или... Ты должен быть продуктивным. продуктивным. Тогда ты можешь тогда, ну, то есть вот это вот постоянно, постоянно гонка, вот у меня одна машина, вторая машина, третья машина, там лучше, 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 вот это постоянно, вот эта материальная ценность, и когда человек, ну, тебя ориентирует с детства на материальные ценности, что если у тебя их нет, ты чувствуешь себя недостаточным, не самодостаточным. И это уже внутренний стресс. Вот у соседа есть BMW, а у меня, у меня Opel, и это вот его грызет. Вот, но это такая элементарная вещь, и, кстати, русские немцы очень тоже на это были, потому что приехали ну, с бедных стран, то есть если ты видишь такую наполированную Е-класса или... Друзья, ссылка на канал Сергея будет в описании, подписывайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!